В сегодняшней субботе чтений послание апостола Павла к Кремлену, 9 глава с 1 по 5 стих. Он говорит, истину говорю во Христе, не вглубь, свидетельствует мне совесть моя в духе и святом, что и перечисляет. Он говорит о Израиле, о его родине, об избранном еврейском народе. Пришло время заново пересмотреть Равину и Иудею все, что он знал. И оказалось, все преимущества евреев, о которых говорило Священное Писание, с пришествием Христа обратились против них. И об этом он говорит. И в доказательство, что он это говорит от всего сердца, ссылается на совесть свою. Скажу, что для незнакомого человека ссылаться на свою совесть, слишком шаткое доказательство. Он утверждает, что в духе святом совесть. Это что-то, дает ответственность. Но как много шамлатанов, которые говорят эти слова и заранее запрограммированную ложь уже в эти свои слова вложили. А я это говорю в Боге, а я говорю в духе святом. Мы можем верить Павлу спустя две тысячи лет. Могли ли поверить евреи, которые находились в римской господствующей церкви, в столице мира, ему, а он пишет для них. Они думали, что они будут держать приоритет, как и прежде. Но он говорит, что быть евреем сегодня никаких преимуществ нет. Было, да? Сегодня нет. Сегодня все перешло во Христе Иисусе Господе нашему. Начиная эту главу, мы сразу считаем, истину говорю. Во Христе. Понимаете? Второе. Это во Христе заказательство. Мог как поверить, что во Христе? А моя жизнь подтверждает. Вот уж вы ничего не скажете. Разве вы можете сказать, что я делал в своей гаде своей выгоды? Никак. Вы можете сказать, что я рисковал ради чего-то? Прибыль какую-то затянут и сказал. Нет. Ради благовестия тут все уже согласны были. Я во Христе говорю, а не у Бог? Совесть моя. А вы можете сказать, что я бессовестный? Что я не по совести поступал? Молчат. Так вот, я хочу вам сказать, что у меня не предстанная печаль об иудеях, а родных мне, близких по крови. Вы знаете, братья, евреям Бог давал так много. Им принадлежит усыновление. Это дети Божьи. Это единственный народ, а нации 2896 в мире насчитывается. А это избранный народ. Бог открылся им с именем Иегова. Он назвал их отцом. Он усыновил их. Он избрал их. Им принадлежит слава. Как бы вы хотели или не хотели, но евреи были прославлены все-таки. А чем? Законом, который Бог дал. Откровениями, которые открыты на горе Синай были. Обещаниями и далее. И им завет дам. Бог заключил завет. Вот когда прачатся люди, обмениваются костами, жених невестам. У нас сейчас точно так же стали вводить. Что у тебя с собой есть? У меня вот такое. А у меня это. Заключает завет. А если будет развод, то это твое, а это мое. Раньше так не было. Сейчас зашли до этого, как на рубежом. Бог точно так же все время заключил завет. Я заключаю завет. Я вас принимаю как невесту, как жену свою. Но если не будете слушать, я это все отниму от вас. Я давал тебе муку. Давал тебе илев. Что ты такая? Ты валяешь в крапиве, я нашел тебя. Ты никому не нужна была. Я обрезал твою куполину. Я осалил нее. Я дал тебе дары. Я украсил. Такие платья я вам пришел. Такие платья на вас полезал. А ты? Ты пошла блудить в мир. Из кого рослых колдей и дебтян? Я отверну тебя. Вот как Бог разговаривает со своим народом. Он вступил в завет. Этот народ. Завет при горе Харибе. А если нарушите, то есть это условие. Бог безусловно ничего не делает. Бог все стоит под условием. Я тебе, а ты мне. Я за тебя отдал жизнь, а я тебя хочу, чтобы ты меня также любил всем умом, всех сердцем, всей крепостью. На меньшее Бог не согласен. Ему не надо 99, 10, 99, 900. Не надо. Ему только 100%. Им принадлежит и законоположение. Ни народ мира не знает законы. Сидят депутаты, законодательные собрания. Они советуют. А тебе как кажется, вот так справедливо. Нет, надо, наверное, вот так сделать. Сейчас жилищный, коммунально-хозяйственный закон. Ну да, они сколько там провешивают. Вот эту монетизацию. Как обмануть народ? Мы сначала сделаем так, потом маленько так. А если перегрут, потом останется так. Это все провешивается. А ведь в Израиле было не так. У них дана истину в конечной инстанции. Точка. Все. И какие бы законодатели не были, они уже лучше ничего не могли дать. А у нас в то время закон улучшается. Ну, предположительно. Не худший же торм наши законодатели, дорогие депутаты, делают. Им дано законоположение и богослужение. Люди не знали, как угодить Богу. Думали опять самое дорогое, приносили первенство в детействие, кололи скотину, предпринимали данное путешествие в Мекку, на Афон, в Иерусалим. Бог дал богослужение. Единственное верное – это Израилю. Это его дети. Он сказал, когда будет выходить священник, пусть вот так одевается. И Соломон это все подтвердил. Там медное море было, полное воды на двенадцати валах. Головами вперед, задом внутрь. Это в будущем прообразовало двенадцать апостолов, которые подплывут по всему миру с евангельской проповедью. Сколько же здесь было замножено. И что им дается обетование. Я вам обещаю. Враги не победят вас. Жены ваши будут многоплодные. Лазак приносить будет столько-то. Урожай в сто крат больше, как у Саака. Все я вам дам. Это обетование. Их и отцы. Заметьте, сколько перечисляет Павел. И от них Христос, сущий на всем Бог. Поверьте, евреев прислушались. Да, они на каждое слово говорили. Да, и аминь. Да, и аминь. И он говорит, что мы все потеряли. Мгновенно остановились. Как потеряли? Во Христе я еще раз говорю. Это все было путеводителем. Закон был нянькой ко Христу привел. Закон не имеет теперь надо мной силы. Я мертв, для него и закон умер. Мы два мертвеца. Да, и апостол Павел это раскрывает. Я сегодня хотел бы немножко пояснить два слова. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Души Святом. Вот слова эти в Души Святом. Как понимать? Не просто сказать. Иные понимают так, что надо чаще исповедоваться, чаще прищищаться. Это 100% православное. Это все называемые духовными отцами. Чаще в храм ходим, покупать больше свечек. Конечно, жертвовать надо. Святые места посещать. Давайте посмотрим, что говорит об этом сам Дух Святой. Потому что все писания Бога духовновенно писали на святые Божьи человеки, будучи ближим и Духом Святым. Дух Святой входил в них и рукой писал буквы А, Б. Что дальше написать? Дух Святой двигал ими. А раз Дух Святой вложил им мысль, Дух Святой двигал их пальцами, ручкой, компьютером. Давайте посмотрим. О Духе Святом в Ветхом Завете сказано вот так прямо А Дух Святой только четыре раза. И один раз в неканонической кигой к тому же из этих четырех. В Новом Завете 96 раз. Хотя по объему Новый Завет в три раза меньше Ветхого Завета. Значит, ну, непропорционально. И говорит это о том, что полного представления о Духе Святой у Ветхого Израиля не было. Они не знали. И это было новинкой для них. Они напили с пласткого вина. Помните, как они встретили сошествие Духа Святого? Обвинения в пьянстве. Нормальные люди так себя не ведут. Человек, в Душе Святого, он отличается от других поведений в своих. Его считают ненормальными, сумасшедшими, зацикленными на какой-то идее. Итак, только в деяниях апостолов в одной книге слово Дух Святой встречается сорок три раза. В одной книге это означает наступила эра Духа Святого. И Господь говорит, я пойду и пошлю утешителя. Это лучше, если я буду с вами. Сразу же начинается деяние апостолов в Пятидесятнице. Первая глава, ждите от Духа на Духа. Вторая, получили. И дальше в Духе Святом, в Духе Святом. Когда начинаешь исследовать, удивительное дело. Вдруг у меня мысль появилась, а когда в последний раз Господь говорил о Духе Святом? И у меня сразу же, опять вторая мысль, конечно, когда Господь показал Иоанну в Духе будущий мир, Царство Небесного, штанг-то о Духе Святом думает сплошь. Проверил ни разу, не упоминаются слова Дух Святой. Как так? Оказывается, слово говорит так. Дух говорит церквам. В Откровении встречается девять раз. Ну ясно, какой Дух Святой. Но слово Дух Святой нет нигде. Ни разу. Что это означает? Понимаете? Написано и следует в Писании. Ну ясно, что это Дух Святой. Но почему ни разу, нигде вечно сегодня называется Духом Святой? Вот мысль-то. И мне опять мысль приходит. Потому что никаких Духов-то не будет. Сегодня много раз Духом. Злой Дух, мукавый, лживый, хитрый. Всякие Духи есть. И поэтому Дух Святой, он прямо пока же Святой. Его ничем нельзя спутать. А вечность один Дух, вне цыща, надея и убодея, и внутри ничего нет, кроме Духа Святого. Эта приставка сама по себе уже потеряла значение, потому что все связано. Един Господь, Иисус Христос. И Дух со Своего Святой нигде не встречается. Это я только вчера узнал. Мне потребовалось 40 тысяч лет добираться до этой мысли. Готовя вам пищу, уже в месте у меня руки были, я вдруг обнаружил, что я не знаю, как дальше замешивать. Я снова попросил Бога, и Господь показал. Вот смысл-то какой. Значит, многие наши понятия сегодняшние, они где-то будут доведены до нужной кондиции, сделаются короче. Я вам говорил уже не раз о том, что святые иногда, даже вопрос такой задают, как лучше молиться, словами или без слов, слов или про себя? Про себя. Ни одному слову не говорится. И это понимают даже язычники. Буддийские монахи, они сводят всю молитву, как у нас, Господь Иисусе Христос, и Боже помил он нас. Они считают, о, мы они падают, и постепенно, с годами, по одному слову отбрасывают. А потом, когда он доходит до такого страшенства, выходит, видит звездное небо, и только говорит, о, больше ничего нет. Это тоже имеет смысл. Язычники, они ничего не понимают. Но мы-то знаем, когда все песни мира соединятся в одну, свят, свят, свят Господь самого, исполнивши небо и землю славы Твоей, и снова разворачиваются. Ну и что, другой песни нету? У нас-то сколько песен? Почитай, актурищи, триодис, праздничные, светные, постные, чего-то и конец. В Божестве ничего нету этого. Свят, свят и свят. Вот что мы будем говорить. Может и Господь того, потому что слова и не надо будет говорить, потому что и так понятно, кто он такой. В Третьей книге Едры, 14 глава, 22 стих, Господь говорит так. Едры, но если я приобрел милость у Тебя, не спошли на меня Духа Святого, тайным для меня ад. Какое же он понятие Едры имел, если я у Тебя нашел милость? Но молитва походит и для нас. Господи, если я приобрел у Тебя милость, угодил Тебе, не спошли на меня Духа Святого. Я ничего больше не ищу. И Господь говорит, и просящим даст Духа Святого, просящим хлеба даст Духа Святого. Просящим праздпище, сено скосить ворона, чтобы дождем не залило. Даст Духа Святого. Чего бы человек не просил. Почему нам сегодня священники об этом не говорят? А ведь в этом-то весь смысл стяжения Духа Святого. Серафим Харовский дошел до этого. И до этого потребовалось 1800 лет. Чтоб православие доходило до того, до чего Серафим Харовский наконец выразил эту мысль. Весь смысл жизни в чем заключается? Дух Святой это даст здорово. Солом 50, 13 стих в Верном Завете. Гласит так. Не отверьте меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого. Не отними от меня. Подчеркивается, что Давид молился это, совершив двотяжку в смертельных грехах, убийство и прелюбодеяние. И он не говорит, возврати Духа Святого, но не отними. Даже после греха, тадение Дух Святой все еще пребывает на человеке. Почему? А можно было без этих слов догадаться, что Дух Святой надо видеть? Да. А как бы он каялся? Он первые слова бы не мог сказать, помилуй меня Боже. Вот первые слова это подвижка Духа Святого. А может он похулил? Кто похулил Духа Святого, тот не может сказать, помилуй меня Боже. Он обязательно будет, а что особенного сделал? Да и все так делают. Что Бог от этого? Прибыль какая, что я грешу или не грешу? То есть он у нас заперся. Помилуй меня Боже, этот целок у него прошел стороной. Пророк Исаия 63 глава 10 и 11 стих говорит так. Но вы, говорит об Детраиле, возмутились и огорчили Святой Дух его. Это Бог говорит им, Детраилю. Поэтому он обратился в неприятеля их. О, Бог! Воевал против них. Тогда народ его вспомнил. Древние дни Моисеевы. И стали молиться. Где Бог, который вложил в сердце его Святого Духа? Вот если у нас есть какой-то пример, а у православных примеров очень много, это для нас молитва. Мы отступили очень далеко. Господи, тот Дух, который был в апостоле Павле, который говорит в Духе Святом, говорю, не лгу, да будет на нас. Господи, тот Дух Святой, который подвигнул в Батолусто восстать на Царицу, да будет на нас и на Патриархию, чтобы он обличил президента. Обличил Духу, почему они грабят народ. Почему они эту несправедливую приватизацию провели. За царяние народа все вылывают за границу и выбирают. Господи, кости Духом Святым. Это молитва ведь наша должна быть. Новый Завет начинается со слов. И оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Матфея 11,18. И даже до конца об этом говорит Деяние апостолов. Когда люди не знают, что делать, согрешили, распяли Христа, отвергают заветоповедование, закона. Федор говорит, не отчаивайтесь, покайтесь, скажите Богу, как вы согрешили. Перед Богом нужна полная безоговорочная капитуляция. Белый слав. Мы погибли, мы умерли, поэтому принимаем твои условия. Он говорит, покайтесь. Второе. Примите крещение для прощения грехов. В воде утонут они. И тогда получите Дан Святого Духа. Дух Святой, если находится на человеке, это человек окружен особым вниманием Божиим. С ним разговаривать нужно особо внимательно. Если этот человек говорит по поводу Божиим, а ты ему даже в житейском деле солжешь, ты можешь солгать Духу Святому. Она не сапфира, ведь они говорили не о догматике, а они говорили, сколько на сберкнижке осталось. И он говорит, зачем вы согласились солгать Духу Святому? И они пали мертвые. Так я никакого Духа Святого не вижу, а ты, Петр, с бородой сидишь. А по мне, это Дух Святой. Вы не мне солгали. Поэтому с верующими разговаривайте на другой тональности. Никогда не лгите. А у нас получается так. Батюшка что-то сказал. Человек знает, видно, что он виноват. Начинает оговаривать. Этим самым на батюшку как бы говорит, ты ушел на меня. Смысл того. Неверующий Богу представляет его лживым. Неверующий священнику, когда говорит, он правду лживым. Я тебе говорю правду, ты мне не веришь, ты думаешь, что я лгур. Смысл один есть вот такой. А если человек в Духе Святого? Это взять для себя. И заканчивается упоминание о Духе Святом в послании апостола Павла к евреям, 10 глава, 15 стих. А всем свидетельствует нам и Дух Святой. И восказано. А что Дух Святой сказал? А что написано в Писании? Повторяю. В Откровении говорится, 22 глава, 17 стих, последний раз. И Дух, и невеста говорят, приди. Дух Святой не упоминается. Невеста это церковь. Говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Итак, апостол Павел, заботясь об Израиле, приносит как бы многоэтажную клятву. Я, если бы и говорю о Христе, не лгу, свидетельствует мне солью, да еще в Духе Святом. И я подумал, почему же так он об Израиле заботился? Оказывается, слово Израиль переполняет Библию. И в Библии слово Израиль встречается 2589 раз. А в Левом Завете только 76 раз. Почему? Потому что слово Израиль потеряло то исключительное значение, которое принадлежало одному еврейскому народу. Но он Израилем, называется всему верующего Христа. И поэтому уже разделять на Израиля нет никакой нужды. А вам же если не встречается, то когда с евреями говорится. Вот еще что открывается. И Павел говорит, я готов был бы быть отключенным за родных мне евреев от Христа, лишь бы они Бога познали. Что такое отключение? На что же он Павел дерзял? Вторая книга по Рапоминону 26.21 говорится так. О царе Озии. Царь был хороший, правильный, но его занесло немножко. Он решил заняться делами священническими. И когда священники кадились, что ему нравилось это? В Адам на любилнюх отели, что? Взял кадилы и давай я кадил. И ему священники говорят, это священническое дело. Ты не занимайся делами там в государстве, преступников лови, награждай, героев не славить кому надо. Не твои дела, ты мне указываешь, ты как раз гневался. А когда человек гневается, у него бывают красные пятна. И сразу же прокажа пошла по лицу. И он прокаженный был. И был сам Озия прокаженным и отлучен был от Дома Господня. Поэтому священнические дела, в том числе сектанты, практически все прокаженные. Какие бы они хорошие не были. Это учить Озии. Они совершают молитвы, такие же пытаются. Приловляют там печенье, хлеб. Этого никто не может делать, кроме того, кто истинно рукоположен. Истина не отлучилась. И им эта власть дана. Ну кто знаком со мной, знает, что я вообще стараюсь, я имею право заходить в алтарь, как чтет. Я не захожу никогда. Я вообще не придравлюсь. Я это просто боюсь. Мне это и не надо. Это не моя цена деятельности. В первой книге Езре, 10 глава, 8 стих, говорится о том, за что люди и отлучали. Был дан указ, чтобы люди через три дня все собрались. Они вернулись из плена. Представьте, из плена пришли одни развалины города. А развалины большого города, это большие глыбы стен, это их надо все убирать, поднимать, расчищать, вносить мусор, а народу мало. Работали тресмерные. В одной руке у них было копье, а в другой мастеров. Из каждого пуста мог пропущать выстрелы с тайферской винтовки. Как же им было тяжело. И враг наседал со всех сторон. И ни один из них не сказал, а мне нет, а я не пойду. Я слышу очень неприятные слухи, до меня доходят. Ваши дети учатся в школе. Дрова недоготовлены. Никто почти не беспокоится. Этот пришел от работы, другой от работы. А другой говорит, я не приду, у меня все равно зали, ко мне не напоминаете. Три-пять лет с ней об этом не напоминаете. Это ради пособности. Да ты тронешься-то для кого? Да ты же делаешь для Христа. Ты все делаешь для Христа. А Едра так не разговаривал-то. Если бы ты с Едрой разговаривал, а не с моим братом, отцом Айакимом-то, он бы тебе бороду выдрал. Я, говорю, драл им бороться. Я бил им за такие слова и сказал, что если через три дня не придете, то я наплечу заклятие на все твое имущество, будет вот это у тебя. И ты будешь отключен от общества изральского. Ты что, весь изральский пришел все до единого? С нами только так разговаривать надо. Но не надо забывать, что мы находимся под водительством Духа Святого. Вы должны искать батюшку, у него-то ребятишек нет. Батюшка, а что же, уже июль месяц. Да что же, неужели одному директору это нужно? Она бьется, здесь красит, пришла, вторая учительница помогает. А вы-то остальные где? Да мало того, ультиматум заявляет, а ты ко мне не подходи. Срам и стыд. Не будешь отключен от общества израильского. А какое общество? Да ты думаешь, что это все закончилось? Все в кости к чему повинен, будет наказание и так далее. И какая у вас школа, учителя нервящие? Так где вы в городе этого найдете? Чуть что? А я детей отдам в город. Не просто неразумные слова, а дико безумные. Запомните великого проповедника, учителя, священника, когда пришел в Гердоро. Он как раз в Версей Заветской собрал книги для нас. Пророк Даниил 4 глава 22 стих говорит о людях, которых вознесло высокое умо. Он говорит, и отлучат тебя от людей. Отлучен он быть, это потерять все. И Павел говорит, хотя бы быть отлучен за родного мне Израиля. Это в сегодняшнем тексте. И Евангелие отлучи 6 глава 22 стих. Господь говорит, когда незаконно был отлучать, да имя Мое за то, что ты верующий. Евреи отлучали этих людей от свиногония. Евангелие от Иоанна 12.42 говорится, что многие люди боялись отлучения. Они хотели бы сказать правду, но боялись, что отлучат. Тогда апостол Павел в послании уже к Лимлянам 8 глава 35 стих говорит, кто отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе? Смерть, скорость, теснота никто. Отлучит наше невежество, бездеятельность, сонливость. Вот это нас отлучит. Итак, если Павел так заботился об Израиле, что дает такую многоступенчатую клятву, образно говорю, клятву, здесь есть лес, но он доказывает, свидетели берет совесть и Духа Святого, то, думаю, не погрешим, если мы так же будем заботиться о нашей России, о нашем русском народе, чтобы притерпеть все, чтобы народ познал Христа. Ни свободу, ни монаши он искал. А это никогда не случится, пока это не поймут священники. Когда они людям не дадут руки Библии, не дадут толкования святых отцов, святые фаноны, когда день и ночь не будут заниматься Словом Божьим, чтобы Дух Божий наполнил все там, там, где находится Его невеста, Святая Православная Церковь. Аминь.